Всем привет, меня зовут Олег Это очередной эпизод Курьерских будней Часть 7 Если кто не в курсе, я работаю в Delivery Club И сегодня я работаю на Савелском районе И сегодня праздничные дни 2 мая Народу в городе, конечно же, нет Все уехали за город на шашлыки, на дачи, на базы Но тем не менее, в 10 утра я уже получил первый заказ Я немножко даже удивился Потому что я думал, что первый заказ будет, наверное, в час, может быть А второй заказ будет, наверное, в 6 И на это все закончится Но не знаю, как будет дальше Мы это узнаем в течение вот этого ролика А пока первый заказ я иду Зачем бы вы думали за круассанами? Вот здесь я забрал 4 круассана У кого-то утро довольно-таки праздничное А у меня праздник был вчера То есть у меня с коллегами мы ездили на шашлыки И в конце видео будут кадры с этого нашего мероприятия Было все очень круто, все красавчики А по поводу праздника, что касается праздника Прикол в том, что зарплату нам сказали Выдадут только после праздников Я не понимаю, в чем прикол Как так вообще можно Как к этому можно было прийти Зарплата после праздников Если честно, я в шоке Ребята Что-то неладное творится в этом В этом В этом мире Так, заходим Как и ожидалось, молодая девушка забрала заказ Все нормально Молодая девушка забрала заказ с четырьмя каруасанами Теперь время Примерно без 20.11 Ждем второй заказ Так я не закончил мысль То, что Зарплата будет только после праздников И походу Придется переходить на режим Выживания Потому что Естественно Деньги давным-давно закончились Естественно Все эти праздники Зарплаты точно не будет Получается Как минимум Неделю Жить без денег Я хрен знает как Походу дела Дошарак Приобретает Некоторые реальные очертания И второе Уныние Заключается в том Что Я знаю уже Какая будет зарплата И Скажем так Я за жилье Должен буду заплатить больше Чем мне придет зарплата Вот за Ну Вот сейчас Короче Придет Сейчас После праздников Придет Я за квартиру Буду Должен заплатить больше Ну ничего Прорвемся Как Как говорится Выживем Я на этой неделе Да И на следующей тоже Да И на прошлой неделе тоже Я Работаю до 23 Прямо по максимуму Нифига себе Разбили стекло Вандалы Работаю до 23 Каждый день По максимуму Чтобы Прямо Побольше Заработать И вот эти праздничные дни Я подозреваю То что Мои ролики Вообще Будет мало кто смотреть Потому что Ну Праздники Потому что Поэтому Особо Заморачиваться Не буду Ни над монтажом Ни над сценарием Которого у меня Никогда В принципе и нет И я сейчас Захожу В парк Автомобилист Пройдем через него По Особым просьбам Некоторых моих Уважаемых подписчиков Это я Безо всякого Безо всякого Сарказма Естественно Пройдем через парк И через рынок Как он там Вятский вроде бы Так что Включаем музычку И пошли Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 И вот сейчас, пока я иду и несу свой 11 заказ, я хочу сделать некоторые обращения к подписчикам, а точнее к некоторой части моих подписчиков, к тем, кто никогда ничего не комментирует. Есть определенная группа старых подписчиков, которые уже давным-давно на моем канале. Они под каждым моим видео оставляют какой-то комментарий. Оставляют, так сказано, некрасиво. И все они, конечно же, очень большие молодцы. Я читаю все комментарии, на многие стараюсь отвечать. Также продолжайте, вы супер. Но есть некоторая определенная группа подписчиков, которые по-любому тоже на моем канале уже очень давно, возможно, даже практически с самого начала, но ни под одним видео не написал ни одного комментария. Я знаю, такое есть, потому что у меня тоже есть каналы, на которые я подписан, но и смотрю тоже каждое их видео, но никогда я там ничего не пишу. Бывает такое. И вот хочу обратиться к вам, уважаемые, уважаемые молчуны. Напишите просто хоть что-нибудь. Вот прям сейчас поставьте на паузу после вот этого моего вымученного монолога. Вымученного, не выученного, а вымученного монолога. Напишите просто хоть что-нибудь. Мол, там я вот старый подписчик, там с октября, условно, прошлого года. И я смотрю каждый твой ролик, но никогда ничего не писал, потому что. Или хоть что еще. Короче, просто, просто что-нибудь напишите. Мне же интересно увидеть, кто моя аудитория. Увидеть вас всех. Ну, короче, вот как-то так. Гоу. Поехали. А тем временем, господа, мы проходим как раз-таки у этого страшного дома, про который у меня есть ролик. Если вы еще его не смотрели, а вы, возможно, его не смотрели, потому что там просмотров в два раза меньше, чем у меня подписчиков, пройдите и посмотрите. Ну, не будем повторяться. На стене обнаружено граффити в память о Децеле. Децеле. Прикольно. Ну, а вот в этот дом я пришел. И пока я сюда шел, мне пришел еще и 12 заказ. Так что все очень неплохо. Нифига себе, вход кто-то себе сделал. И при этом там какой-то просто бедлам. Блять. И несмотря на то, что на улице уже глубокие сумерки, это все-таки рубрика автомобиль. Посмотрите, какая стоит бомба. По крайней мере, для меня. Опа-на. Тем временем, онлайн, онлайн-трансляция, приходит новый заказ. Там ем. Да, господи, все, хватит. Он уже по счету будет 13-й. Так вот, фокус. Это Chrysler LHS. Или он же New Yorker. Это просто чумовой аппарат. Один из моих самых любимых просто вообще на планете за всю историю автомобилестроения. Прям даже не побоюсь этого слова. Только вот некогда мне его тут разглядывать. И состояние, конечно, у него удручающее. Да и сумерки. Поэтому плевать. Пошли дальше. И вот в без 21 ночи я каким-то неведомым образом очутился недалеко от метро Достоевская. Это довольно-таки далеко от Савеловской. И в кромешной темноте сейчас возвращаюсь я в свой район. Надеюсь, больше за эти 20 минут мне не упадет никакой заказ. Потому что я устал. Что-то реально я так сегодня заколебался. Результаты вы увидите в конце видео. Ну, хочу просто сказать то, что чувство... Да елки палки. Ну, трактор. Давай, проезжай. Не люблю я лишние шумы в кадре. Короче. Что я хотел сказать? Напомните мне. А. То, что двоякое чувство. Ну, во-первых, есть чувство удовлетворения. То, что на самом деле была сегодня хорошая работа. Было много заказов. Я не сидел. Но, с другой стороны, я реально заколебался. С 9 утра до 11. Это не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Ну, устал я устал. Что теперь? Унывать повода нет. Во-первых, чтобы так не уставать, нужно просто купить самокат. О, как моют светофоры. Смотрите. Вот. А во-вторых, а там разметку делают. Ребята даже ночью работают. А что я еще хотел сказать? А, ну, то, что праздники и все такое. Праздники. По поводу праздников. Как я отметил 1 мая. Что там за пакеты под тобой валяются? Вы попали в видео. Передайте, пожалуйста, привет. Привет! Это говорит мама, я в телевизоре. Ох, нифига себе. А почему пахнет нефтью? А май! Олег, ты что там делаешь? Видишь? Да? Это видос. Всем привет! Деливер Яндекс. Всем здрасте. Я вас обожаю всех. Смотри, сколько в коробке штук написано. 40 штук в коробке? 20 в коробке. А, по 12 в коробке, да, срочно? 40. Вот и 40. 24 сетев я разделил на 25 сетев. Сигарета на двоих, я купил тебе Supreme, но ты недоценила в них. Диан, скажи Анар, скажи Анар, пожалуйста, скажи Анар. Дома, он, скажи Анар. Пошел в охоту. Скажи Анар, пожалуйста, у тебя прошли, ими так и есть. Раз, два, три. Санта! Санта!